Меня зовут Олжав Схаков, я представляю аэропорт Астаны. Мы сюда пришли с проектом, мы работаем над тем, чтобы внедрить биометрические технологии при обслуживании пассажиров. Другие коллеги из других расскажут. У нас основная проблема с тем, что... Ну, не основная проблема, несколько челленджов. Первое — это изменение законодательства и нормативных актов в сфере обслуживания авиапассажиров. Именно, чтобы мы могли применять биометрические технологии. Вы все видите сейчас, что мы там пилотируем что-то, пытаемся делать. В принципе, эти биометрические технологии уже в других организациях, таких как банки, уже используются. Наш EGOV — это тоже, по сути, платформа для биометрии. Единственное, когда вы приходите в банк, вы становитесь как персонализированы. А когда вы обслуживаете как авиапассажир, вы должны по нашему законодательству предоставить согласие на то, чтобы использовали ваши персональные данные. Да, если мы... Сейчас это делается только с помощью подписи вашей личной, как вы в банк приходите, счет заводите, и вы подписываетесь под этим. Либо с помощью смс. Это все. Чтобы персонализировать, чтобы использовать, мы сейчас разрабатываем несколько уже разработанных методологий. К примеру, у меня есть коллега, у нас аэропорт сейчас работает с управляющей компанией из Арабских Эмиратов. Представитель Ашок Найк. Он гражданин Индии. И в Индии уже есть мобильное приложение. У них также есть, как и наш EGOV, у них по-другому называется. Но дополнительно есть одно отдельное приложение, которое позволяет авиапассажирам проходить биометрию в этом приложении, загружать туда свой посадочный, и в принципе вы можете в любой аэропорт Индии прийти и там пройти биометрию уже. То есть вот некоторые стадии. Какие челленджи, какие трудности есть у нас при внедрении? Основное это то, что, во-первых, где мы должны сравнивать биометрический образ человека. То есть сейчас вы все знаете, что в EGOV мы имеем уже изначально цифровой документ и оригинал фотографий. В дальнейшем сейчас мы в всех удостоверениях новых и в новых паспортах уже с 2025 года будет возможность в самом паспорте нести биометрические данные, то есть фотографии, какие-то, возможно, отпечатки пальцев. Но это уже на стороне уполномоченных органов. С технической точки зрения для аэропорта, для авиапассажира применение биометрических технологий позволит в разы, в десятки раз сократить время прохождения контрольных точек, таких как регистрация, досмотр и посадка на авиарейс. То есть если вы сейчас должны прийти за два часа, за два часа вперед открывается регистрация в аэропорту, на внутренние рейсы, на международные это три часа, то в будущем это может занять там 10-15 минут вашего. Но для этого нужно автоматизироваться. Вот. И мы над этим работаем. Есть определенные задачи, которые необходимо решить по дополнению в нормативно-правильные акты. И технология, то что мы должны подключиться или использовать ресурсы национальной, так сказать, биометрической платформы, которые имеют АОНИД, МЦРЯП и так далее. Над этим мы сейчас обсуждаем с коллегами из Министерства транспорта, также с АОНИД, сейчас запланировано несколько рабочих совещаний. Вот это основная задача. Ну и здесь сохранность персональных данных при обработке и обеспечение инфраструктуры, необходимой для информационной безопасности. В принципе, это все решаемые задачи. Пока выбрано направление работы только по внутренним рейсам. В планах, если получится, потому что это тоже и ресурсы, и деньги, в планах к концу года, вероятно, сделать пилот между двумя городами, скорее всего, это Алмата и Астана. Но это пока в планах только. Ну, не планируя, не будем двигаться, да? Будем так говорить. Вот, пока план такой. По международным рейсам биометрия намного сложнее, потому что необходимо там международное соглашение. Поэтому пока мы направлены на развитие по внутренним авиалиниям. Ну, у меня все. Всем добрый день, меня зовут Аслан Жмагалеев. Да, мы определили, наверное, вот у всех, все, в принципе, согласны с тем, что первое, это у нас самая большая проблема, это доступ к данным. Есть много разных причин, где-то это законодательство, где-то закрытость данных в силу того, что госорганам некоторым надо получать какое-то финансирование. В частности, комитет геологии, допустим, предоставляет данные только в сканированном формате, то есть только в бумажном носителе, где человек идет, сам ищет данные, покупает весь отчет, отсканирует там 2-3 документа. Это очень дорого получается, неэффективно, поэтому как бы отрасль вообще не развивается. Это вот такая большая проблема, то, что ни на законодательном уровне нет доступа к данным, ни нет цифровых копий, ни оцифрованных данных. Вот в этом направлении, думаю, надо поработать с законодательством, с оцифровкой данных, очень старые данные есть, которым 70-80 лет. Так, это первое. Второе, вторая проблема, которую мы все согласились с этим, то, что нет специалистов ни в курирующих органах, ни в частном секторе нет такого пула специалистов, которые умеют работать с данными, видят, как перспективы со стороны госорганов, чтобы видели перспективы работы с данными. В этом плане, думаю, надо какие-то обучающие мероприятия предпринимать с привлечением как раз-таки профильных органов. Кстати, и еще одно наше предложение. Это такой большой формат, это, конечно, хорошо, когда все брейнштурмят, но было бы очень эффективно, на наш взгляд, тематические встречи устраивать, допустим, стартаперов с госорганами узконаправленными и решать эти задачи уже в узких группах. Если можно это организовать, было бы очень шикарно. У меня все. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за то, что организовали такую площадку, даете возможность высказаться. По поводу проблем, конечно же, проблемы, наверное, у всех классические. То есть это на уровне кадров, инфраструктура, данные, бюрократии, да, скажем так. Я хочу в свою очередь добавить одно только. То есть у всех плюс-минус, если классифицировать, то есть это плюс-минус у нас у всех одинаковые, скажем так, проблемы. Надо подготовиться. Я хочу донести одну мысль. Думаю, нам всем нужно, необходимо пересмотреть свои стратегии в рамках призмы применения искусственного интеллекта, так как бывает, допустим, с государственных органов прилетают какие-то, скажем так, космические, да, какие-то инициативы, необходимо быть готовыми. И если применять искусственный интеллект, только там, в первую очередь, ну, как бы своего рода дорожную карту отраслевую сделать и, соответственно, как бы к нему выделить оптимальный бюджет. Так как у нас, допустим, за столом собирались это Министерство транспорта, это железные дороги, автомобильные дороги, Минсельхоз. И, допустим, если кейсово каждый случай разбирать, это очень долго. И вообще вот мое предложение, наше, скажем так, предложение, это пересмотреть стратегию с призмой применения искусственного интеллекта, для чего, чтобы конкретно было, для чего мы принимаем, применяем, что мы хотим получить, какие результаты мы хотим получить в рамках, скажем так, каких мероприятий. А концептуально все проблемы плюс-минус у нас одинаковые. Вопросы касательно образования, они, как бы, решаются уже, потому что мы являемся спортером NVIDIA Inception Program, и у них есть NVIDIA Deep Learning Institute. Буквально недавно они все свои курсы сделали бесплатными. То есть сейчас уже можно заходить на портал NVIDIA и начать обучаться, потому что там со стадии бигинера до advanced все курсы есть. Также стартапы, которые делают различные AI-продукты, они могут подать программу Inception, то есть и получить вычислительные мощности бесплатно. Также у них на бэке сидят различные представители венчурных фондов, и они проекты, как бы, отсматривают на самом-то деле. У нас два проекта уже являются участниками Inception Program, как бы, и они активно используют их ресурсы, части менторов, воркшопов и вычислительной мощности. Это такое объявление. А также еще у Microsoft есть программа Founders Hub, там тоже есть кредиты на Озер.